Поклонный камень в память о казаках, погибших в различных конфликтах, включая современные. Рядом еще один в памяти тех, кто отдал жизнь на фронтах Великой Отечественной. Монументы установили в этом году. В планах разбить большой парк. Уже привезли плитку для дорожек. В этом году жители хутора Красный Курган избрали Ивана Калугина атаманом. Уже пять лет он возглавляет местное территориальное общественное самоуправление. В начале сентября на городском конкурсе ТОС завоевал третье место. Мы всегда предполагаем, Бог располагает. Приятная новость, конечно. Очень приятно. Тем более, что затрачено очень много сил, энергии. Люди работали, люди старались, казаки, жители хутора. Сегодня на хуторе живут около тысячи человек. Население ежегодно растет не только за счет миграции, но и с увеличением рождаемости. Зарегистрировано более 150 детей, но скоро будет значительно больше еще и потому, что здесь предоставляют участки под строительство для многодетных семей. Этот детский сад построили пять лет назад по краевой программе. Недавно появился зал для борьбы. Рядом волейбольная площадка. Минимум четыре раза в год на хуторе полностью выкашивают траву. Виктор Стахов староста в здешнем храме. Инициатор его строительства и вообще один из постоянных участников всех мероприятий и начинаний. Первым делом здесь следят, чтобы на улицах было чисто, берегут зеленое насаждение и общественную собственность. Это мы держим на контроле просто-напросто. У нас ничего не выпускается. Обошли, прошли, мы все время на месте, смотрим. Мы уже пенсионеры, делать нам, так сказать, нечего. Да как-то у нас все приучены. Отказов конкретных нет. Если надо, значит надо. Уже в эту субботу территориальное общественное самоуправление «Хутора Красный Курган» наградят на большой сцене в ходе празднования Дня города. Деньги пойдут на дальнейшее благоустройство. В планах продолжать обустраивать парк, а также привести в порядок футбольное поле. Продолжение следует...